всем привет этот квест квест радика появился не так давно и сейчас мы с вами попробуем его выполнить я думаю что отсюда я и пойду в сторону финна да он просил передать деньги для финна так что у меня есть запасе запасе у меня есть хавчик я купил водички и теперь отправимся потихонечку через сохранение мастера ликероводочного завода там так где-то собачки кричат вот тут кстати домовые лешие есть и тут довольно тяжело будет пройти если они меня сейчас тут прямо порешат так он ведь он там далеко а тут как бы кабанчик так вальнули моего вон он идет так лишь вам и завалили одного там еще будет на один но мне сейчас самое главное добраться именно до места сохранения собачки вон там он в здании целой кучей стоят но они меня не могут зацепить потому что они далековато то есть они находятся вне поля досягаемости еще кто-то идет господи напугал меня так ладно немножко напугал давайте зайдем только сохранение для начала для того чтобы все таки где-то здесь вот там он дальше сохранится потом пойдем спокойно до финна думал это вообще не проблема будет где-то вот тут проход есть хрен там не пройдешь так просто хорошо пойдем обойдем злой лючки собачки так собака собака кусачья большая кусачья собака так здесь нормально все вот и все сохранились к мастеру мне пока не надо я сделал не все для полного выполнения квеста его ему нужно ему нужны ремноборы и масленки по моему или чё там не знаю точно чем там надо так у меня аптечек нет я никому не могу помочь жаль извиняйте ребятки типа стройки да там впереди меня ждут кабаны я знаю точно что вот в сторону финна в сторону рябинушки здесь идти а у леший а только этого не хватало блин так ладно ничего страшного подумаешь блин подумаешь картики есть выпало не так много не самое ценное не самое важное сейчас пойдем может соберем не ожидал что там будет именно сейчас леший прямо мне на дороге встретиться мне надо починить на на все таки боё обмундирование она опять слабовато видимо стала есть причина так ладно идем вперед вот тут самое такое место где леший может подцепить а так дальше уже будут чисто значит он там лежит он надеется что его кто-то подымет у меня нет аптечек я ничем не могу помочь тебе так вот с этой стороны попробовать пройти с той стороны уже проходил пытался блин так ладно давай вон он вон он я его вижу все добил леший 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 так и хочется сохраниться вот моя это моё это я выронил так впереди кабанчики сама-то главное чтобы кроме кабанчиков не было там никаких пауков ненавистных кошмарных пауков просто жуть да что можно любить здесь пауков то просто вообще самые невыносимые существа которые можно здесь обнаружить ладно идем дальше спокойно здесь только кабаны будут сейчас меня смущать лишь бы патронов мне хватило до конца выполнение теста да что ж такое пять патронов потратил обычно четыре тратится ох как темно стало что-то резко резко так потемнело три часа ночи по идее это но постоянно должно быть темно в такое время суток так тут похоже какая-то аномалия непонятно ладно идем дальше есть есть и есть хороший вариант так стоп вот здесь не вариант давай обойдем не хочу рисковать собой кабан кабанчик 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 с четырех пуль я говорю довольно легко это все происходит без проблем нам лишь бы не на не налететь так это еще аномалия по дороге блин чушь так потемнело то резко вообще в ри в раз стало просто кошмарно темно вроде бы время то есть не сильно изменило да на час было час два ночи стало три часа ночи и стало так темно резко так где у нас находится стоп тихо 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 мне еще не хватало получить по загривку так ладно посидим отдохнем аптеку финна на ликероводочном заводе нету опа еще один вообще не в тем он тут стал парень блин как их тут много а да поэтому аптечками я сильно не располагаю пока здесь как медленно восстанавливается здоровье так так хорошо фонарик фонарик какой на в каком квадрате ликероводочный ой эээ фин а а6 а6 не так далеко идти то на самом деле все равно блин темнище как темно стало а по этим местам я часто прогуливаюсь могли наверное уже наблюдать безопаснее идти по дороге конечно там может быть только собаки в основном встречается здесь же больше кабанов и а аномалии встречается более неожиданное но я люблю именно посюда проходить прогуливаться так вон кабан там кабан там кабан так здесь он меня не тронет и здесь не тронет патрон не хочется тратить у меня не так много осталось у финна патроны очень дорогие так что я тоже покупать у него их не хочу а вот насчет того что я глок 18 выложил почему я выложил просто я когда ходил в пещеру бандитам я надеялся что скорпион дадут ну видите мне придется еще раз отправиться в тюрьму для того чтобы скорпиончик мне там все таки так подожди а куда то я не туда иду о я вышел на дорогу блин совсем не туда это меня пугает потому что тут пауков очень много может быть оказаться так не хочется на это дело налетать пауки и грибы во паук я же говорю они будут неприятно 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 так здесь я насколько я помню здесь где то есть медведь вот он как раз вот здесь возле этого поселка вот этой деревни которая состоит из двух трех один одного дома и одного сарая именно здесь находится почему такая видимость плохая я не понимаю вообще что то какой то туман непонятный происходит что ж такое то случилось так опа паук как я вас ненавижу паучки а как я вас терпеть не могу здесь еще торванут нафиг так аккуратненько 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 что ж такое то а вот эта пыль летит которая летит на самом везувии вы не раз могли это наблюдать она очень неприятно конечно и она действительно делает очень темное время суток почему здесь нету нигде никаких травок никаких грибочков никаких ничего не могу я вам сказать потому что не знаю так кабан он далеко идет бежит как лягушка блин ладно нам не до него потом кабан этот вот там он еще есть тоже медведь в той стороне возле реки опа ну вот я и нарвался блин грибочки давай-ка мы обойдем эту часть если пойдет дело хорошо на грибочке не хочется нарваться очень уж очень сильно не хочется так кабан в ту сторону пошел он один там надеюсь задницу ему сейчас запулить картечью блин дровью прямо в жопу ему сейчас ну вот ничего нету а нет есть что-то мясо какое-то собрал так блин как далеко еще идти подожди я уже вот возле финна здесь надо выйти на дорогу вот на вот эту дорогу я думаю что стоит выйти потому что на дороге преимущество того что не будет этих грибов то есть грибы меня не зацепят я тоже очень сильно ненавижу грибы примерно так же как пауков опа грибочки опа блин тут вообще везде такое чувство что грибы тут вообще поросли рыжики блин елки рыжики 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 вот сейчас кабанов я и боюсь тут больше всего кроме рыжиков вот этих вот ядовитых грибов так ну вот я почти вышел да действительно ни одной травинки нету почему-то как то не нахожу обычно тут очень много кукушника пижма тоже встречается здесь так все я вышел на дорогу это будет более безопасно надеюсь очень на это надеюсь ух ты все тут более менее должно быть нормально все но расслабляться раньше времени не будем да люблю вот эти коряги потому что мутанты чаще всего на них не залазит а я могу забраться и оттуда сверху стрелять так ну что финн и сразу же ли он мне даст выполнение заданий или я не понимаю не знаю вернее как выполняется этот квест потому что сам еще ни разу не выполнял ради к просто не было у меня денег ну вернее у меня были деньги однажды более 100 тысяч как раз в то время и я решил что возьму это задание потом кстати так сейчас я не забуду самое главное дело сделать чтобы не потеряться то чтобы потом не вылететь вот перевести в разыскиваемое так ладно пошли к финну пошли к финну у кого есть аптечки у аптекарей есть аптечки так ну что финн так финн нам расскажет историю интересно рад видеть тебя в моем магазине у меня деньги для радика опять давай сюда уж не знаю чем он промышляет и не знать не хочу вот слушай квадрат и 74 вход в восточном склоне холма что это тебе виднее все иди у меня тут покупатели дела пока хорошо так вот у него надо сейчас я сейчас тут посижу немножко кабан блин придется переждать когда кабан отсюда уйдет а че в него не стреляет елки сталкер так так значит задание для радика нужно квадрат какой квадрат он сказал так давайте посмотрим это самое задание где его найти и железный человек так мастеру еще надо экран альфа и ака 107 но экран то я ему отдал посылка для барыги это мне надо вернуться будет в тюрьму так три ствола вам да нет а нет это мак макрух блин а где какое задание так вот особо услуги нашел радик просит доставить посылку его друга отправиться на место отдых квадрат и 74 вход за холом костоку от кладбища и 74 так квадрат и 74 где он находится квадрат и 74 74 к востоку от кладбища то где то здесь что то мне это напоминает я помню это место примерно и 74 так ладно отправляемся туда для этого нам надо как же пройти то лучше будет можно вдоль можно через везувий можно через радиовышку вариаций много так шарахаться и бегать я думаю не будем вернее я не буду бегать тут опять нести всякую чушь просто просто встретимся уже более ближе к месту все равно вы уже сколько раз смотрели и видели как наблюдали как я все таки перемещаюсь по местности здесь на везувии и это будет не так интересно я думаю что вполне возможно можно будет пройти через через ликероводочную обратно пойти что нет я не пойду туда обратно я пойду сейчас через радиовышку наверное скажу через радиовышку пройду сюда и уже пойду к месту и 74 квадрат который мне и нужно было сделать не совсем понятно мне пока ну ладно разберемся увидим впоследствии чуть попозже конечно же как только перестал записывать сразу столько столько херни всякой мелочи стало появляться да я смотрю так кабан кабан он меня убьет не убьет меня этот кабан я его завалю нахрен ты мне нужен кабанчик блин сколько вас тут а их тут очень много вон еще один бежит о смотри с двух пуль может быть надо более точно в него попадать чтобы с двух вы да что ж вас так много то тут охренеть здесь можно найти много конечно же всякой зелени но и кабанов я смотрю тут вообще немерено на каждом шагу гады гады так вода только этого не хватало где он падла блин ну что ж такое то почему мне так везет блин так подожди давай присядем перекурим это все дело ух как меня заштормило от этого всего блин как сильно он меня укусил двадцать секунд двадцать секунд охренеть простой какой то паучок жуть ладно идем на радиовышку там встретимся дальше так здесь на радиовышке я нашел еще какую то Вову жаву Вова ты че тут делаешь здесь ничего может у него какой то квест но я пока его этого не знаю деньги я полностью растратил все свои причина потому что я немножко хотел починить экипировку хотел купить патронов но уже было поздно денег уже нету купил ну фляжку еще одну на всякий случай вторая фляжка она никогда не помешает ээээ думается пригодится обязательно когда нибудь давайте ее сразу наверное поставим как необходимую вещь ну естественно и еду себе давай сейчас я пойду дальше под той же самой дороге через мост можно через деревню идти можно через мост я наверное через мост пойду потом пойду в лагерь к ученым и вот через него уже отправлюсь к тому место встречи которое меня ждет вот примерно задача моя сегодня такая нужно сделать этот квест до конца я выполню нет его не знаю насколько он большой потому что я говорю еще раз я этот квест не проходил кстати вот этот оборонный сталкер по моему тоже дает квест который повышает репутацию бандитов идем вперед смотри какой расход наконец-то стало утро наступило идем вперед встретимся чуть больше больше позже Миша Рыжий нам попался по дорожке его бы конечно обойти было бы гораздо удачнее а он меня заметил короче мне полные хана о блин нифига он быстро бегает злобный Миша блин рыжий злобный Миша как не вовремя он тут оказался опять ну в принципе сейчас самое время ему появляться да Миша Миша злодей водичка из меня выпала у меня по моему одна или две бусылки оставалось и как бы это очень нехорошо по той причине что сейчас так где какой кабан откуда ты че здесь делаешь опять встал стоит вот лау по пошли дальше попробуем еще раз пройти этот участок миша 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 а вот и рыжий мишка который блин меня только что тут завалил его ну в одного конечно против него довольно сложно будет но когда тут есть люди Несколько сразу Они очень легко его Забьют Две-три обоймы и все Рыжего больше нет Ну вот Многострадальный мой путь Подходит к концу Да, сегодня много испытали На Мишку напали Блин, вернее он на нас напал Я даже не пытался ему сопротивляться Потому что знал заранее, что у меня не хватит Ни патронов, мне нужно идти вот куда-то туда Там он кладбище находится И где-то там У нас задание Радика Квадрате, 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 квадрате И семь Я думаю, что как раз Примерно То место, что у меня есть лишнее С собой Ну вот это можно потерять Ну ладно, давайте посмотрим Сложим все Что мне Не имеет потребность В моем пути Так, мясо Вот это Вот это Остальное все пригодится Здесь, наверное, у меня патронов нету, да? Подходящих для моей винтовочки Да Да у меня вообще патронов маловато Что-то я как-то не подумавший Зашел сюда, пошел в этом направлении Не взял с собой патронов Ну и если что Можно будет ПМ с собой взять Для того, чтобы Отбиваться, да? От мутантов С патронами вот хотя бы ядовитых А, и мне ядовитых не так много Да, очень жаль А вот эти вот патроны, кстати, идут к моей винтовочке, нет? Нет, не идут Ошибочка Ну и ладно Я оставил здесь еще голову медведя Большого и малого По одному Это вот как раз относительно квеста Уж таки это Повышение репутации у бандитов Мне Помог Наш соклановец Именно донести Две головы Большого и обычных Для штакеты Я выполнил Квест Конечно Этот квест Забирает там Репутацию, по-моему У торговцев большое 400 Минус 400 у торговцев Ладно Отправляемся сейчас дальше Доканчиваем этот результат Нужно Смотрим Арадик Задание Радика Особые услуги Отправьтесь на место отдыха Квадрат И 7.4 Вход За холмом Востоке Кладбище В принципе Я Вот этот вход На самом деле Помню И я знаю Что это за вход По всей вероятности Давайте зайдем туда Сходим Там была такая пещера Она раньше не использовалась Но видимо этот радик сейчас Исправит эту Этот недочет Который давно уже висит И мысли у меня о нем были Так А куда я иду? Правильно я иду? Нет? Подожди Направление 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 Правильно Примерно туда иду Так Патроны как бы тратить Пока Наверное не стоит Сильно Действительно С патронами Я как-то Не подумал Но Там они дороговаты Если бы они были подешевле Конечно было бы намного лучше Они вообще В той части В этой части Везувия Они довольно дорогие Патроны Да и вообще Везде Патроны сейчас стали Очень Дорогими Неприятно Конечно Это Что так Решили над нами Поизмываться Дороговизной Патронов Дорожка Ранее 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 Так Там у нас Кладбище Меня выбросило Из игры И я немножко Растерялся Но сейчас Все будет нормально Выбросило меня Из игры Все только что И Я думал Блин Потеряю сейчас запись Нафиг нет Все нормально Все получилось Хорошо Так что О чем я говорил Я говорил о том Что патроны По моему Тратить сейчас Не безопасно Потому что у меня Просто Ну просто Не останется Патронов Конечно С ПМ Бегать По Везувию Это вообще Самоубийство Так сказать Так Квадрат И Это убираем Квадрат И И Четыре Да Я помню это место Я очень хорошо Помню это место Не раз Я Тут пытался Зайти Но Мне туда не пускали Сейчас Появилась такая Возможность И видимо Квест Все таки Они Вот оно Это место Реабилитировали Прикольно Сходим Посмотрим Что нас ждет Впереди Место встречи Изменить нельзя Так Похоже Там Трупачок летит Здесь Явно что то не так Труп Тело В одежде Обычного Сталкера Покрыто Трупными Пятнами И очень плохо Пахнет Посмотреть Пулевое Отверстие В черепе Не оставляет Сомнений В причине Смерти Судя по запаху И виду Лежит тут Уже Не первый день На запястье Левой руки Татуировка В виде Змеи Одежда Испачкана Глиной Он короче Копал Он был там Внутри Блин Хотелось бы туда попасть Я давно уже мечтаю Туда попасть Я думал Может быть сейчас Я туда попаду На самом деле нет Костерчик Так Следующая часть задания Вернуться к Радику Или как Выявить время Что у Радика Что случилось Да Короче Возвращаемся обратно Еще Долгий путь Но сейчас я пойду То есть я прошел Первый раз я прошел Этот путь Вот посюда Вот Вот с этой стороны Да Через Радиовышку Вот так вот прошел Сейчас я пойду Опять вот по этому Направлению Там встретится много кабанов Блин Патронов не хватит Но я надеюсь Что в этом же направлении Кто-то пойдет еще Кроме меня Возвращаемся назад На базу Так ПМ я все-таки Брать не буду Хотя На всякий пожарный Возьмем ПМ Почему бы нет Блин Здесь надо все равно Оружие какое-то оставлять Ладно Возьму я ПМ тогда И патрончиков Собой простых Возьму Потому что Если так Дело пойдет То я вообще Останусь без оружия И мне придется Шарахаться От каждой От каждой мышки Которая встретится По дороге Ладно Часть задания Выполнили Да Неожиданно Так Поворот Сюжета Жаль Нельзя вскрыть Проникнуть внутрь Этого помещения Хотелось бы Побывать там внутри Может быть сделают Когда-нибудь И узнаем Что же там все-таки Внутри имеется Еще раз говорю Я не выполнял Этот квест ни разу И поэтому Сейчас Это для меня Первое открытие Поэтому я Как бы хотел Как раз Выполнить этот квест Самостоятельно Чтобы Никто мне не помогал Никто не Говорит Как стоит поступать И что стоит делать Просто Так будет Мне кажется Намного интересней Так Еще один кабан И для меня И для записи Думаю Вы Согласитесь С этим Так Ладно Блин Кабанов Сколько Вот тут Побегать Конечно Не мешало бы Рядом с радиовышкой Там тоже Артефакты Пособирать Здесь тоже Можно побегать Пособирать Артефактики То есть Мест Очень много Интересных И если Заняться просто Чисто охотой Охотой И рыбалкой Но рыбалки Тут нет Заняться охотой То можно было Действительно Денег Тут насобирать Продавая Артефакты Собирая Куски мяса И продавая Их тоже Все это хорошо И правильно Ну ладно Возвращаемся Сейчас к Радику Я думаю На этом квест Вполне возможно Будет закончен Не уверен Но Блин Такой путь Проделал Первый раз И сейчас Действительно Очень многострадальная Такая у меня Путешествие Сегодня получилось Даже с вылетом Из игры Ладно Квестов я здесь Больше брать не буду Сейчас Все равно Надо как-то Разобраться С частью квестов А то у меня И так Висит Бесконечное множество Этих самых заданий Отправляемся Вот по этой дороге По Простой вот Железной дороге К Радику Я думаю Пройду Вот здесь Вот Никак иначе Самый лучший Вариант Встретимся Чуть позже Когда Придет время Говорить с Радиком Я думаю Там уже будет Все Окончательно Решено Так А тут Похоже Много Тоже Этих Тут раньше Бегали Бесы Не знаю Может они Сейчас бегают Может бегать Остальное Мое путешествие Оказалось Без приключений По той простой причине Потому что У меня патронов Нету И Мне не хотелось Итись Я как герой И убивать Всех этих мутантов Еще и еще Собачки Все Собачка Ты меня не тронешь Я в домике Ну что Радик Я к тебе Привет Мужик Из бар Идешь Или туда Мне пообщаться С тобой Что Это ты Почему Еще Не сходил За посылкой Откуда ты знаешь Что я там Еще не был Ну Лицо У тебя Больно Угрюмое Вот интересно Почему Там был Труп С дыркой В голове Труп Что еще За Труп Чей Труп Не знаю Но у него Была Татуировка Вот Черт Муха Что За Муха Мой Партнер Ох Что Насчет Моих Денег Ты Подожди Не ты Ли Его Грохнула И Пришел К тебе И Зачем И то Правда Нет У меня Уже Твоих Денег А пока Я их Соберу Придется Подождать Есть правда У меня идея Как тебе Деньги вернуть А мне За муху Отомстить Что у тебя За предложение Значит Так Тот Кто муху Грохнул Он Считай Тебя Обокрал Поэтому И в моих И в твоих Интересах Его найти Согласен Ну Согласен Если Не ты Муху Убил Значит Предыдущий Посыльный Со мной Он Встретился У радиовышки Парень Лет Тридцати Бронежилет На нем Еще был Светлый Такой В очках Круглых Ходил Одежда Хаки Как зовут Не помню Что с ним делать Я бы его Прибил Но твой интерес Деньги Понимаю Поэтому пусть Откупается В зоне Такое бывает Заплатить деньги И ты свою долю Получишь И Родных Мухи Что Что нибудь Достанется Будет Несговорчивым Не Мне Тебя учить Что делать Понятно Вот не с тем Ли я парнем Разговаривал Стоял и Пообщался Который Был В этом Квесте Давайте Посмотрим Так Задание Какое У нас Оно у нас Не изменилось Подожди Так А где у нас Это задание Кстати Преступление Наказание Называется Муху Друга Радика Убили Радик Подозревает В убийстве Предыдущего Курьера Это был Мужчина В круглых очках И светлом Бронежилете Последний раз Его видели На радиовышке Так Ну что Отправляемся На радиовышке И там уже Решим Что с ним делать Я думаю Что именно Тот парень И был Который сидел Вы помните Да Я забыл Как его зовут Но Я еще хотел С ним пообщаться Но он со мной Общаться Отказался Ладно Возвращаемся На радиовышку И там Как бы Встретимся С парнем Так Надо кстати Еще водички взять Я думаю Что схожу За водой А потом Ну все Надеюсь Это последняя часть То самое место Где нужно Разобраться С этим Как же Вы звали Того парня Я его видел Когда приходил Сюда На радиовышку По пути Да По пути Из пещеры Которая была Нужна Так Ладно Дойдем Посмотрим Надеюсь Это конец задания Потому что Уже блин Я уже не знаю Сколько я тут Сегодня избегал Я просто Сегодня весь В беззувий Избегал Только ради этого Одного задания Со всех сторон Пробежался Так Задание Давай-ка уберем Пока Чтобы Если что Никаких проблем Не было Вот он Да Вова жаба Да Да Белый Белый бронежилет Точно Это он Чего надо Как раз Тебя еще Повторю Чего надо Ты убил Муху Ты псих что ли Какая муха Может я еще Комара прихлопнул Речь про человека Никакого я не убивал Отвали Ненормальный Лучше Тебе сразу Признаться Я Слыхал Ты человек Честный Может тебе Довериться Рассказывай Встретил я Радика Тут Недалеко Пару дней назад Он мне Предложил Подработать Курьером Я Понятно Согласился Пошел Заплатил Залог Фейну Еще Подумал Странная схема Прихожу На место встречи Там какая-то дыра В холме Вижу Костер горит Думаю Подожду И ей богу Повезло мне Что ствол Далеко Не убирал Продолжай Оглянулся В темный угол А там Ко мне Подкрадывается Мужик с топором Я Понятно В него Пальнул Самооборона Это была Понимаешь Думаю Никакой посылки Там И не было Никогда Страшно Представить Сколько народу Могло В эту ловушку Попасть Я тебе не верю Мамой клянусь Пожалуйста Не убивай меня Ты должен Крупную сумму Ладно Все отдам У меня тут Последнее сбережение 200 тысяч Больше нет Держи Бог Тебе судья Вот и все Можно было Наверное по другому Выполнить этот квест Так Подожди Что опять Крадику Сколько можно Бегать Задолбала Так Подожди Где оно Это задание На самом деле Есть оно Нет Купить свободу Это не то По моему Нет 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 А Преступление Наказание Так Муху Друга Радика Убили Радик Подозревает Убийство Так Вернуться к Радику И поделиться Деньгами Кинуть Радику Отдать Радику Долю Уху Уху Блин А если бы Другой вариант Выбрал Но Сейчас я Этого Не узнаю Ладно Я думаю Что Радика Я кидать Все равно Не буду В любом Случае Я пойду Сейчас Обратно К Радику И наверное Сдам Ему Квест На этот раз Уже Окончательно Эх Радик Радик В какую Ты меня Блуду Ввел На самом деле Такая Жопа Такое Задание Охренеть Целый день Пришлось Бегать Чтобы Выполнить Этот квест Еще И непонятно Буду Ли Я В Плюсе Или Остану При Своем Вот Это Само Видимо Да Мне 200 Тысяч Дал Я Сейчас Верну Радику 100 Тысяч Допустим Да Если Его Доля Таковая И Получается Что Взял То И Дал Но Может По Опыту Будет Большая Разница Посмотрим Сейчас Может Быть Разными Способами Можно Было Выполнять Этот квест Но Я выполнил Именно Так По Честному Ни С Кем Не Пререкаясь Никого Не Обманывая Так Подожди Еще Не Хватало Мне Тут Упасть Прям В конце Под Конец Квеста Блин Вот Это Было Вообще Супер Так Артефактиков Как бы Ну Вроде бы Не Видать Ладно Да У меня И Магнитного Захвата С собой Опять Нет Я Опять Его Оставил Так Ну Что Радик Какая Херня У вас Тут Происходит Я Даже Не Въехал Что Это Такое Было Здорово Привет Мужик Из Бара Идешь Или Я Разобрался С проблемой Хорошо А сколько Денег Выбил Дай мне Мою половину То есть Я эти Деньги Конечно Вышли Родственника Мухи Так Блин По честному Вести себя Или Он же Кинул его Скорее всего Да Муху Честно Выслит Выслит Блин Ну вот Все зависит От опыта Если я выберу Первый вариант Я получу Один опыт Если я выберу Второй вариант Я получу Второй опыт Но Из Всех Заданий Которые я когда-либо Выпорнал В сталкер онлайн Все таки Честно Вести себя Всегда Почему-то Оказывается Выгоднее Может быть Я не прав Но Давайте Сделаем Именно так Приятно было Иметь дело Может еще Пересечемся Бывай Так Да Я получил Какое-то количество Опыта Давайте посмотрим Что я получил За это Ухудшилось Мое отношение С военными На 200 С остальными Наверное Все таки Улучшилось Да Ухудшилось Еще с торговцем Улучшилось С бандитами Получено 100 тысяч Да Ну Я бы не сказал Что я Много Чего Поимел За это Задание Ну Ко всем Фракциям Ага Напряженно Стало Относиться Так 5 тысяч Опыта Выживания И поддержки Я получил Остальное В принципе Так как есть Ну Насколько я понимаю Это Ежедневка То есть Я мог бы Хорошо Иметь Какую-то Возможность Так Он мне Ничего не дал Абсолютно То есть Если бы я Выбыл Другой вариант Ответа Вполне возможно Что я бы Имел 200 тысяч Рублей Если бы Там На радиовышке Тому парню Сказал Другое Может быть Получил Что-нибудь Другое Но я Этот квест Выполнил Именно так В следующий раз Когда буду Выполнять Этот же Квест Если он Действительно Есть И является Ежедневным Также Я может быть Выберу Другие Варианты Тем не менее Мы Сделали Вот такой Шаг И я бы не сказал Что очень много Поимели За этот квест Тем не менее Опыт Он всегда Важен Всего вам Доброго Ребят Пока